Всем привет! Пробуем вырастить ананас на Шри-Ланке методом России. Отломали верхушечку, вот она зелененькая, достаточно намного зелененькой. Сейчас наберем воды в бутылку. Набрали воды, ставим сюда день первый. Итак, прошли первые сутки, достаем, смотрим, что у нас тут есть. Какие-то вроде пустил мини-мини-мини. Так, фокусировка мини-мини корешок, вот какой-то есть белый. Но, мне кажется, это не он. Ставим, продолжаем эксперимент. Прошло двое суток выращивания ананаса, смотрим, что тут появилось, что пропало, что появилось. Ну, какой-то маленький корешок есть, и остальное... И остальное что-то все стоит на месте, пока что. Ладно, будем еще ждать и смотреть. Давай, вот так вот сделаю его. О, вот что-то есть маленькое, но это, мне кажется, не оно. Продолжаем эксперимент. Итак, пришли третьи сутки, смотрим, что у нас с ананасом. По-моему, ничего не меняется здесь. Так, такой же один корешочек есть. Ничего интересного тут пока что не происходит. Ладно, ждем тогда еще двое суток и посмотрим. Итак, прошло пять дней, пять суток. Проверяем, что у нас выросло. Так, он стал грязным, и похоже, вот начинают прорастать корешки. Вот они белые. Один и второй. Давайте еще оставим дней на десять. Я воду не менял. Один раз только поменял на первый день. И все. Еще оставим дней на пять-десять и посмотрим, что будет. Какой-то процесс идет. Всем привет, мы снова вернулись. Что у нас с ананасом? Прошло 22 дня. Я вообще, блин, про него забыл последнюю неделю. Давайте посмотрим. Воду, кстати, он выпил. Вот такие вот корни имеются. То есть, что мы можем сделать? Мы можем сделать вывод, что таким способом вырастить ананас можно. Просто нужно его брать более зеленый и более спевший. А не высохший, как продают в России. Вот здесь, кстати, тоже зелененький. Расти он не растет. Пускай только корни. И он стоит у меня в книге, поэтому, наверное, не так быстро все идет. Вот результат. Ставим лайк, подписываемся и всем удачи. Пока.